МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время обзор наиболее заметных новостей минувших 7 дней. Это вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. И вот некоторые темы выпуска. Алтайцы уступили новосибирцам. Вшера сменился генподрядчик, который обещает быть оперативнее и уступчивее своего предшественника. Почти 5 тысяч детей не родилось в Хакасии в прошлом году. Как медики ведут борьбу с абортами, расскажет наш эксперт из Минздрава. В деле лечения наркоманов государство готово передать свои функции общественным центрам. Один из них находится в Бейском районе. Он острие других чувствовал душу старообрядческой Сибири. Сто лет исполнилось со дня рождения писателя Алексея Черкасова. Чанархуз возвращается. В Хакасии восстановит первую хакасскую оперу, написанную по мотивам народных сказаний. Эпопея со строительством домов для погорельцев обозначилась первым конфликтом со строителями. Правительство расторгло договоренность с компанией из Барнаула, которую пригласили на самый сложный фронт работ в райцентре Шера. Отговорки подрядчиков, которые сетуют на отсутствие финансирования, власти не принимают. Форс-мажорные обстоятельства требуют отхода от традиционной схемы «Утром деньги, вечером стулья». Тему продолжит Константин Кравцов. Впервые штаб по восстановительным работам проходит не в Абакане, а в Шера. Повод более чем серьезный. Райцентр сильнее всех пострадал 12 апреля. Сгорело более полутысячи домов. Но стройка никак не получит нужного масштаба. Работы идут лишь на третий участков. С мая здесь трудится алтайская компания, которая уже успела разочаровать республиканские власти. Договор с фирмой расторгнут. Также чиновники намерены поступить с другими нерадивыми строителями. Я хочу сказать, не так много нерадивых. Не так много нерадивых. Ну, наверное, вот, грубо говоря, из 40 генподрядных организаций где-то сегодня у нас так отпочковалось 6. 6 организаций. Я вчера Бею проезжал, сказал, чтобы с одним расторгли договорные отношения. Это по Кербе, там, как бы, нет движения по строительству. А вот другие подрядчики, все в равных условиях абсолютно находятся. Еще одна проблема, которая тормозит темпы строительства – отсутствие документов у погорельцев. Более ста человек до сих пор не обратились на восстановление бумаг, из-за чего власти не могут составить общую картографию. Андрей Новоселов в очередной раз призвал главу района активнее работать с людьми в этом вопросе. А это село Устьбюрь, где проблем с подрядчиком как раз нет. На участках всех погорельцев, которые внесены в списки пострадавших, выроды котлованы, на восьми заложен фундамент. Абаканская строительная компания обещает сдать первые дома уже в этом месяце. Железобетонные панели позволяют строить быстро и надежно, как того требует постчрезвычайная ситуация. Электрики работают, затягиваются провода. Через день-два уже зайдут кровельщики, начнут стропильную систему делать. Уже к концу недели стало известно, республика получила около 500 миллионов рублей – первый транш из федерального бюджета на строительство домов. Это должно значительно облегчить диалог со строителями. Все работы им будут оплачиваться максимально быстро. Кроме того, предусмотрен аванс до 40% от суммы контракта. А когда ясны правила игры, то и процесс должен пойти гораздо быстрее. Дома для владельцев необходимо построить до 1 сентября. Константин Кравцов, Марина Конодакова, Вести Хакасия, События недели. Ситуация с рудой Хакасией вновь обострилась. На этой неделе компания отправила в очередной простой три своих предприятия. Рудники в Абазе и Вершине Тёи и обогатительную фабрику в поселке Мундыбаш Кемеровской области. Таким образом, ранее предпринятые попытки урегулировать вопрос зашли в тупик. Предприятия встали из-за того, что работать им просто невыгодно. Единственный покупатель руды – компания «Евраз» – опустила свои цены до критического уровня, при котором легче остановить процесс, чем продолжать его. Попытка наладить диалог забрежала в прошлом месяце, когда была создана рабочая группа с участием кемеровских и хакасских властей и, собственно, самого «Евраза». Тогда стороны договорились о том, что холдинг найдет компромисс в цене, который позволит существовать руде Хакасии. Срок был дан до 22 мая. Однако «Евраз» не исполнил свое обещание. Именно это вынудило нашу компанию остановить добычу сырья. К большому сожалению, ни по одному пункту протокола компания «Евраз» не приняла решение, которое позволило бы нашим предприятиям удержаться на плаву. Поэтому в настоящий момент мы вынуждены отправить работников в простой и при определении дальнейшей перспективы предприятий будем отталкиваться от реальной ситуации. Около двух тысяч рабочих отправлены по домам. При этом они будут получать две трети от зарплаты. Из какого резерва будут выплачиваться деньги, представители руды Хакасии держат в тайне. Что касается «Евраза», то от комментариев там воздерживаются. Тем временем в Абазе и Вершине Тёи боятся наихудшего развития событий. Кто-то из власти, держащих, могут решить нашу проблему. Сколько продлится остановка железорудных предприятий республики, неизвестно. Однако вроде Хакасии не оставляют надежд спасти положение. Руководитель компании вылетел в Москву для разрешения ситуации. В Хакасии абортов делается почти в два раза больше, чем в среднем по России. Такие данные приводит республиканский Минздрав по итогам прошлого года. Что делается для борьбы с явлением? И нужно ли государству исключать аборты из списка бесплатных медицинских услуг? Эти вопросы мы обсудили с советником отдела детства и родовспоможения Минздрава Татьяной Винтерлых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Положительная динамика все-таки есть. Как бы вы оценили работу Минздрава по решению данной проблемы? План мероприятий в каждой территории индивидуальный. Каждая территория рассматривалась по населению, по социальному статусу населения, по городу или село. Причины абортов выявлялись. И в соответствии с выявленными данными мы для каждой территории разрабатывали, утверждали план по снижению абортов. Также в каждой территории у нас открыты кабинеты медико-социальной помощи. Мы постоянно следим за этим, чтобы у нас в каждой территории работали данные кабинеты. Направляется женщина обязательно в этот кабинет после того, как она обратилась к врачу-акушеребинекологу за направлением на аборт. То есть она обязательно должна быть проконсультирована психологом. Он выявляет причины, по которым женщина обратилась именно на прерывание беременности, дает какие-то консультации, может, что-то разъясняет. И тем самым мы профилактируем аборты, потому что после консультации психологов у нас есть определенные результаты, и женщины отказываются от аборта. То есть они в нашей беременности в дальнейшем рожают детей. Какой процент таких женщин? Ну, по прошлому году, за 2014 год, это было где-то в районе 10%. На данный момент, за 3 месяца 2014 года, у нас есть результаты, и это уже 83 женщины. То есть это примерно 14% женщин, обратившихся до направления на аборт. Ну, в целом, проблема искусственного прерывания беременности, она наверняка носит и социальный характер, да? И не все тут зависит от медиков. Конечно. По каким причинам именно наши женщины делают аборты? В основном, это женщины с нежелательной беременностью. То есть они изначально уже знают, что беременность им не нужна. Но по какой-то причине они не выбирают метод контрацепции и надеются на ситуацию. В основном, это более 70% данной категории женщин. И материальные факторы. Это основное то, что подталкивает женщину на проведение медицинского прерывания беременности. Ну, по возрасту основная масса – это женщины 20-34 года. Эта категория женщин занимает примерно 70%. То есть это, в принципе, уже не маленькие девочки, а именно девушки, женщины, которые, в принципе, знают, что такое аборт и беременность, и как она наступает. Но, однако же, большинство – это именно вот эта категория граждан. Сейчас на федеральном уровне прозвучало такое предложение исключить аборт из списка бесплатных медицинских услуг. И это тоже делается, предлагается, вернее, в целях борьбы за демографию. Вот вы лично как оцениваете такую инициативу? Ну, данный вопрос обсуждается с разных позиций. Давно уже этот вопрос обсуждается. Церковь вообще против абортов и хотела бы их вообще, в принципе, запретить. Но лично мое мнение, что проще всего именно предотвратить нежелаемую беременность, именно использовать методы контрацепции, чем потом делать аборт, который все-таки влияет на репродуктивное здоровье женщин. У нас достаточно серьезная проблема именно с репродуктивным здоровьем. У нас достаточно много сейчас супружеских пар, которые страдают бесплодием. Мы сейчас работаем по поводу направления этих пар на ЭКО, в том числе за счет средств МЭС. И очень много пациентов. Возможно, если медицинское прерывание беременности сделается платным образом, может быть, женщины задумаются, что проще они будут деньги тратить на предупреждение о беременности, на контрацепцию, чем они будут за эти же деньги вредить своему здоровью. Я благодарю вас, Татьяна Сергеевна, за то, что вы ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok наркополицейскими побывал наш корреспондент Виктор Буров. Бейский район. Реабилитационный центр для нарко- и алкоголизависимых недалеко от села Новоанисейка. Задача наркополицейских – оценить уровень возможностей центра для включения в региональный сегмент национальной системы реабилитации. Это необходимо в том числе и в связи с законом о принудительном лечении наркоманов по решению суда. Он действует уже год, и в Хакасе сейчас 12 человек обязаны пройти курс реабилитации. Если лицо было уличено в хранении наркотиков, то там тоже будет предусмотрена такая же альтернативная ответственность, если лицо будет направлено именно на реабилитацию. Для того, чтобы все будет делаться, для того, чтобы все-таки не отворачиваться нам всем вместе от больных людей, а общими усилиями постараться их вернуть в общество. После того, как центр докажет, что соответствует всем требованиям, туда будут направлять на лечение вышеперечисленной категории наркозависимых, а государство будет возмещать средства, потраченные центром, на их лечение. По Сибири это в среднем по 25 тысяч рублей за месяц реабилитации каждого больного. Центр вблизи Ново-Инисейки – самый крупный в республике. Он один из главных претендентов на государственную поддержку. Сюда приезжают на лечение без преувеличения со всей страны. У этих людей меняется жизнь. Она становится действительно здоровой жизнью. И поэтому, когда люди проходят реабилитацию, освобождаются, они приезжают домой, и тогда друзья спрашивают, где ты был. Они говорят, я был в центре. Вот в республике Хакасия есть такой центр. И Гэдань на Мадресе тоже хочу туда поехать. История центра началась 15 лет назад с маленького вагончика. А сейчас же здесь огромное здание, которое построили сами реабилитанты. Главное лекарство в центре – трудотерапия. Те, кто проходят реабилитацию, разводят коров, куриц, овец, кроликов. Места для всех животных уже не хватает. Поэтому сейчас, например, строят новый птичник для цыплят, которых выводят здесь же. На территории центра также есть большой огород и теплицы для выращивания огурцов и помидоров. Работать на земле приходится целыми днями. Но у пациента центра признаются – труд идет на пользу. Он позволяет забыть про наркотики и алкоголь. Это растение, его надо поливать, его надо с любовью. Реально, чтобы оно выросло и удало плод, чтобы получился огурец, помидор. Сами понимаете, потом приятно на кухне его резать и знать, что ты это вырастил, посолил, потом зимой кушать. Сейчас в реабилитационном центре проходит лечение 35 человек. Но здесь готовы и к наплыву новых пациентов. Здание рассчитано на сотню больных. Специалисты Управления наркоконтроля в ближайшее время отправятся и в другие реабилитационные центры республики. Это нужно для того, чтобы понять, готовы ли там принять тех, кого заставят лечиться от наркозависимости суд или сама жизнь. Виктор Буров, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. В республике восстановят первую хакасскую оперу «Щанархус». Это стало возможным благодаря ранее успешно реализованному проекту по созданию первого хай-балета «Алтын Кёк». Важную новость министр культуры сообщила на встрече с журналистами в четверг. Об успехе первой национально-танцевальной постановки говорит и тот факт, что наши артисты покорили итальянского зрителя. Обо всем по порядку. Далее. Первая хакасская опера «Щанархус» – знаковое явление в национальной культуре. Гений ее автора, композитор Александр Кеннелли, смог соединить в одно целое классику и подлинно национальные музыкальные традиции. Композитор великолепно знал народные тахпахи, плачи и легенды. И на их основе создал свое эпическое полотно. Первые два акта были написаны в 1966 году, а полностью опера зазвучала в 80-м. С тех пор никто в Хакасии не создавал ничего подобного. Поэтому того, что сообщила министр культуры на встрече с журналистами, давно ждали в культурной среде республики. Министерство культуры Российской Федерации, нашей филармонии, ансамбль «Ульгер» и «Кюнсузы» выделило грант в сумме трех миллионов рублей для создания хакасской оперы «Щанархус». Пока ясен только замысел проекта. Конкретных деталей нет. Известно, что постановка будет осовременена и дополнена хореографией. Большой вопрос, кто выступит режиссером и, конечно, кто будет исполнять главные партии. Если на роль возлюбленной «Щанархуса» Ахчебек есть претендентки, то на место главного героя, возможно, придется приглашать тенора из другого региона. Но прежде необходимо восстановить музыкальную ткань оперы. Мы решили обратиться в первую очередь к клавиру, которую писал Кеннель. Да, сам. Но он тоже там переписан. И мы столкнулись с тем, что качество копии очень низкое. Мы даже не можем сканировать эту страницу. Мы сейчас просто восстанавливаем эту рукопись, пытаемся подрисовать эти ноты, чтобы можно было их скопировать. Как уже говорилось, грантного создания оперы Республика получила благодаря другой революционной постановке. Хай-балет «Алтын Кёк. Золотая кукушка» – самая громкая премьера этого года, вобравшая в себя оригинальную хореографию, стилизацию национальных танцев и даже пантомиму. И все это под музыку на хакасских инструментах и горловое пение. И если местному зрителю еще предстоит оценить новаторство постановки, то Виталия она произвела настоящий фурор, свидетелем которого и стали представители федерального Минкульта. Ансамбли «Кюнсузы» и «Ульгер» стали участниками фестиваля российской культуры Виталии, который сделал из них настоящих звезд форума. Когда все закончилось с кукушкой, они просто встали и просто не отпускали. Они были в шоке. Это действительно они были в шоке. Не просто там то, что экзотика приехала. Они были действительно в шоке, что в какой-то далекой Сибири присутствует такое мышление. На самом деле. Там она и, в принципе, уже помните, кукушка сделана не на песнях, не на словах хакасских, а на пластике и на языке музыки. Сколько мы успели понять и услышать по отдельным переведенным нам рефликам, рефликам, да, поразила сила, какая-то неведомая для Европы сила, которая исходила от артистов со сцены. Она была очень широкого спектра действия, прям степного такого. Интерес итальянского зрителя, чья музыкальная культура стала примером еще многие века назад, весьма показателен. Сейчас все больше ценится подлинно народная музыка, не искаженная современными ритмами и звучанием. Так что европейский успех хакасских артистов может стать хорошим уроком для будущих создателей первой хакасской оперы «Чанархус», которая должна быть не столько современной, сколько подлинным воплощением национального характера. Возвращение оперы – это безусловное торжество исторической справедливости. Творение Александра Кеннеля должно звучать на сцене, а не быть мертвым раритетом в аналах хакасской культуры. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия, События недели. Проект «Улица Героя» продолжается. Сегодня мы расскажем об одной из малоприметных улиц Абакана, которая носит звучное имя героя Советского Союза – Александра Матросова. О 19-летнем красноармейце, первом советском воине, зачисленном навечно в списке стрелкового полка, снимали фильмы, писали книги. Сегодня имя Александра Матросова носят сотни улиц нашей страны и ближнего зарубежья. Пройти эту улицу можно максимум за две минуты. Ее протяженность всего 150 метров. По обеим сторонам расположено не больше 12 домов. На карте столицы республики эта улица выглядит небольшим клочком земли. И лишь когда узнаешь ее название, она носит имя Александра Матросова. Улица приобретает героическую силу и мощь. Именная и адресная табличка многие годы угрошает частные дома этой улицы. Уже поэтому местным жителям не поинтересоваться, кем был Александр Матросов, было бы странно. Алексей Тайдонов говорит, в школьные годы очень любил историю, а потому о подвиге героя помнит хорошо. 7 февраля 43-го батальон, в котором служил 19-летний Матросов, получил задание атаковать немецкий опорный пункт в районе деревни Чернушки в Псковской области. Подступы к селу прикрывали три вражеских пулемета. Чтобы подавить огонь, в сторону дзотов поползли Петр Огурцов и Александр Матросов. Огурцова тяжело ранило. Тогда его напарник принял героическое решение. Он закрыл своей грудью дзот и дал движение, чтобы люди пошли просто. Александр Матросов был навечно зачислен в списке первой роты 254-го гвардейского стрелкового полка. Более того, посмертно Матросову присвоили звание Героя Советского Союза. Это мне даже просто приятно, что на такой улице я живу. Алексей на этой улице живет около 20 последних лет. А вот Вениамин Никулин старожил. Переехал сюда с родителями в 12-летнем возрасте. И видел, как создавалась эта часть города. В 1953 году, как участвовали, начали строиться. Сразу нам дали улицу Матросова. Потом по порядку у нас гастейло, так у нас по порядку пошло. Времянки, землянки. Вот тут землянка была. Даже так? Да. В 1953 году это тополя были посажены, знаете, рядком. Вот так вот. Вот видите, у нас вот эту дичку, вот эту невесту мы называем, ее высадили, чтобы это вот красиво было. Официальные факты строительства улицы раскрыли сотрудники архивного отдела администрации Абакана. Информация скудная, но тем не менее, это страница истории. Решением номер 78 от 13 февраля 1952 года исполком горсовета решил присвоить вновь выстроенным улицам следующее наименование. Улица 14-я была названа имени Советской Армии, 15-я имени Фрунзе. Улица 2-я Песочная была названа именем Александра Матрусова. За десятилетия совместной жизни Вениамин и Зоя Никулины ни разу не пожалели, что обосновались именно здесь. И даже сегодня, когда столица Хакасии обрастает высотками, украшается новыми парками и скверами, супруги говорят, ни за что бы не променяли периферийную улицу Матрусова на современную центральную. У нас спокойно в улице. Спокойно. И люди у нас хорошие здесь. Мы друг друга все знаем. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. Во вторник исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Черкасова, автора легендарной трилогии «Сказания о людях тайги». Больше писателей такого уровня в наших краях не было, а Черкасов вошел в историю советской литературы как певец земли сибирской. Юбилей мастера отметили в Минусинском театре, и его же актеры пригласили на праздник дочь писателя. Ее рассказ об отце, а также подарок, подготовленный театралами, смотрите далее. В окружении микрофонов самый большой гость праздника – Наталья Алексеевна Черкасова. В Минусинск она прилетела из Симферополя. В Крым семья Черкасовых переехала еще в 69-м году. Не приехать не могла, говорит дочь писателя. Где еще отмечать вековой юбилей, как не на малой родине? Несмотря на все красоты Крыма, душой Алексей Черкасов остался в Сибири. «Преданность своей родине невозможно утратить. Ей можно болеть, находясь на отдалении от нее. И, конечно же, Черкасов был болен отдаленностью от Сибири. И так, наверное, и не пережил этого отрыва. Потому что юг красив. Он, может быть, давал какое-то здоровье его легким, по причине которых мы уехали. У него была тяжелейшая астма. Но творчески, конечно же, воплотиться дальше там он не мог. Он продолжал писать о Сибири». Выросший в деревне Даурской волости, которая сейчас находится под водой Красноярского водохранилища, Алексей Черкасов с детства писал стихи. И даже полученная впоследствии профессия агронома стала лишь временным занятием. Настоящим его призванием была литература. Но к ней он пришел, пережив обвинения в шпионаже и, как следствие, тюрьму, репрессии и даже принудительное лечение в психиатрической больнице. Как сохранить себя на сломе эпох? Как революция, коллективизация и другие потрясения перемалывали сибиряков? Черкасов знал это на личном опыте. Этому и посвящал свои романы. «Все творчество Черкасова – это воспевание своей любимой Сибири. Он говорил, Сибирь дала мне многое, любовь к людям, силу в ее истоках. И все, чем я был, есть и буду – это дыхание Сибири». На сцене Минусинского театра премьера. Спектакль «Ласточка» по одноименной повести Алексея Черкасова, которую он написал, проходя практику в Курагино. Чувство поразило парня и девушку с первого взгляда. Произведение называют автобиографичным. Писатель в нем описал свою первую любовь. Спектакль «Подарок Минусинского театра» к юбилею мастера. Черкасов – это особая тема в истории театра. Когда-то он читал на сцене стихи и ставил постановки. А спустя десятилетия другие люди ставили по его романам выдающиеся спектакли, удостойные различных наград. Одна из сложнейших постановок «Черный тополь» получила гран-при фестиваля театров малых городов России. Такой огромный роман с таким огромным количеством действующих лиц. И мест действия перенести на сцену. И вот у нас критики, которые смотрели на фестивалях, на разных «Черный тополь», они всегда удивлялись, как это вообще возможно стало. Потому что у нас вся труппа абсолютно задействована была, и дети. И некоторые критики говорили, что я смотрела три раза, только на третий раз я запомнила и поняла линии сюжетные, там и все такое. Но зритель любит этот спектакль, и поэтому мы его восстанавливаем к началу сезона. Произведения Черкасова жителям Хакасии и Красноярского края особенно интересны еще и потому, что в описанных там местах событий кто-то может узнать свое село или деревню, ее быт и нравы. Так что и с исторической точки зрения произведения писателя стали бесценными. В них документально отражена жизнь простого народа. И пусть Алексею Черкасову выпала тяжелая жизнь, но и его книг – счастливая судьба. Пока их читают во всем мире, живо и само имя писателя. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новую рабочую неделю, которая, напомню, будет укороченной. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин